Когда человек в это время способен забыть о себе и служить другим, он побеждает жестокую судьбу. Те люди, которые думают о справедливости, о себе, жалко себя становятся, они ищут справедливости, вопят, кричат, требуют справедливости, обижаются, мучаются, страдают, ненавидят, злятся, пытаются преодолеть, ну, как бы, впадают в истельки, все эти люди себя уничтожают. Спасают себя только те, кто отдают себя служением другим, кто остается в спокойствии, смелости. Смелость и краблость означают спокойствие, сила духа означает спокойствие. Спокойствие значит принять судьбу, согласиться с тем, что война, согласиться. Пришло время так жить, не надо думать, что всегда будет счастливая жизнь. Я сейчас вас ни на что не настраиваю, еще раз повторяю, войны между Россией и Украиной не будет. Я просто мысли поймал это сейчас. Я говорю о состоянии сердца тех, у кого непреодолимый период. Может быть, у вас у многих этого нет, но я говорю сейчас для этих людей. И что вот делать для мужчины в частности? То есть у кого вот этот период я поймал, другой мужчина тоже в этом состоянии находится уже много лет жизни. Ну то есть это война, понимаете? И воевать надо с собой. И воевать надо спокойно и радостно. И война означает в данном случае стремиться быть здоровым и забыть про себя. Когда у человека непреодолимая судьба, и он очень сильно думает, почему мне так плохо, мне так тяжело, он разрушает свою жизнь в этот момент. Нужно забыть про себя, отдать свою жизнь другим людям, и тогда твой непреодолимый период будет преодолен. Понятно, очень нужен я там в темноте, ничего распогодится. Если человек понимает свою нужность, он живет не для себя, значит распогодится. Значит пройдет плохая судьба, забыть про себя. Как делает плохая жестокая судьба, вот тяжелая судьба, что делает? Вот допустим, как определить, что у меня плохая судьба? Вот допустим, я вот думаю, думаю, допустим, о чем-то хорошем все время в жизни, допустим, нахожу что-то радостное в жизни, мне хорошо там. Вот это все означает хорошая судьба. Начинаешь много думать о себе, о своей жизни, означает тяжелая судьба. Когда сердце разрывается, чувство несправедливости, все плохо, где же справедливость и так далее. Это означает жестокая судьба. Это не означает жестокая судьба, означает милость. Все, милость пришла, видите, мандаринка. Все. Заряжается сейчас, победная судьба, мандаринка. Кому попала мандаринка и у вас хорошее что-то произошло после этого? Есть такие? О, без рук. А кто съел мандаринку и потом раз, и все, начало меняться уже. Тоже есть такие. Видите, это означает милость. Когда дали цветы после лекции, это все, это такие символично очень. Это, ну, не просто подарок, это энергия, которая дает победу. Потому что, когда люди думают о возвышенных вещах, о победе над судьбой, это все заряжается силой победы. Все эти цветы, конфетки, мандаринки. И потом человек ест, и он раз, он получает эту силу. А если после лекции подошла женщина, попросила помощь, и я там отдала мандарину, и молоко. Все, значит, для нее вы взяли. Этой женщине уже лучше стало сейчас. Мандаринка сработала. А когда простишь милость, ты не отдаешь мандаринку? Ну, я знаю, да, получили. Нормально, да. То есть, если человек съест, он получит силу вот эту. Ну, так все. У нас еще атаксия милость? Тоже попросили, да? Мандаринку, да. Это значит, там, наверное, нищие встают в очередь после лекции. Выходите все, мандаринку, мандаринку. Они чувствуют? Отдали мандаринку. А? Отдали мандаринку. Отдали мандаринку. Все, он получит больше, чем денег. Человек. То есть, лекция же энергия доскопилась. Итак, мы говорим с вами сегодня о победе над судьбой. Завтра у нас будет ретрит побед над судьбой. Мы будем прямо ее побеждать реально, преодолевать вот эту силу, культивировать в себе способность побеждать, стражаться будем, вот это настроение победы. Это надо уметь делать. Вот этому надо конкретно учиться. Потому что всему, чему вы учились в школе там, это вам не поможет в трудный период, все рушится. Там специальность тебя выгоняет с работы. Ты учился тому, сему, ничего уже не понадобится. Все рушится в жизни. А вот когда ты умеешь побеждать судьбу, это как раз и в это время не понадобится. Это самое лучшее, что можно делать. И если у тебя есть инструменты, вот этот метод, как побеждать судьбу, это очень мощно вообще. Это очень мощно. Это реально меняет жизнь. Как определить, что ты побеждаешь судьбу? У тебя в сердце наступает спокойствие. Вот несмотря на то, что там вокруг кавардак, все рушится, у тебя в сердце спокойствие. Это значит, что ты побеждаешь судьбой. Вторая стадия победы над судьбой называется влиянием. Три. Три круга судьбы. Первый внутри, в сердце. В сердце должно возникнуть спокойствие, чистота, легкость, спокойствие. Не должно быть тяжести. Не должно быть грязи в сердце, грязных мыслей. Должна быть чистота, чистые мысли. Нет тяжести, легкости и спокойствия. Означает, нет беспокойства, суеты, спокойствие, чистота и легкость. Признанность победы над судьбой. Потому что есть три энергии. Есть энергия суеты, или волевая функция страдает у человека. Ее надо успокоить. Тогда у человека нет судьбы и спокойствия. Есть грязь мыслей. Человек думает, думает, думает. Плохие мысли, лес в голову, негатив. Чистота. Спокойствие, чистота. Спокойствие, чистота. И легкость. Такая легкость. Означает, нет тяжести. Тяжесть. У тебя ничего не давит на тебя. Не валится. Легкость, спокойствие, чистота. Три признака победы над судьбой в сердце. Это 33% победы над судьбой. Следующие 33% это между мной и тобой. Это этот мир, который на нас влияет. Это способность говорить с объектом страдания по-доброму. Это знание, что делать. Это тоже между мной и тобой находится знание, что делать. Вот допустим, если человек болеет, то первая стадия у тебя спокойствия в сердце. Вот человек болеет близкий, понятно, там нужна скорая помощь, а если это хроническая болезнь. И врачи говорят, мы не знаем, что делать. Тогда дальше первая стадия спокойствия в сердце. Вторая стадия. Ты уже когда с ним разговариваешь, он тебя слышит. Он слышит. Если ты знаешь, что делать, ты можешь ему передать это знание. Потому что ты можешь разговаривать. На второй стадии, когда ты очистил вторую стадию, ты можешь передавать. Можешь говорить. На второй стадии появляется знание. Например, ты знаешь, какому врачу отдать его, чтобы вылечить. Он еще не вылечился, но ты уже знаешь, что делать. У тебя есть инструкция на второй стадии. На второй стадии можно, допустим, муж ушел, первая стадия спокойствия в сердце, все будет хорошо. Что будет хорошо, еще ты не знаешь, потому что жестокая судьба никогда не дает ответа. До последнего момента не знаешь результата. Но ты знаешь, что все будет хорошо. А что конкретно не знаешь. Но все будет хорошо. На второй стадии идет влияние с женой, которой ты даже слышать ее имени не мог. Такую несправедливость она с тобой совершила. У тебя была семья, там был ребенок. И тут раз, все разрушено. Вся жизнь разрушена. Несправедливость очень сильная. Вот. И ты можешь разговаривать с этой женщиной спокойно, можешь говорить на второй стадии. До этого так же не мог даже с ней говорить, даже имя не мог произнести. На второй стадии ты можешь разговаривать спокойно. Это вторая стадия уже победы над судьбой. И знание есть, что делать, как себя вести на второй стадии. 66% победы над судьбой. И последние 33% называется чудо. Это когда человек, который в принципе не должен был возвращаться, возвращается. Или, допустим, тебе казалось, что тебе вообще никогда не встретишь никого. Ты встречаешь. Происходит изменение жизни на третьей стадии победы над судьбой. И приходит вера в Бога. Потому что когда человек один раз в жизни прошел все эти три круга победы над судьбой, к нему приходит чувство, как надо жить. Он уже знает, что ему всегда надо теперь это делать. Надо вот первый круг проходить, второй в молитве, третий. И все. И дальше будет победа. Ты преодолеваешь все препятствия, и дальше приходит победа. И у тебя вера в Бога крепнет. И ты уже знаешь, что просто память о Боге разрушает все препятствия, все проблемы. И ты как с этой памятью живешь, как со щитом. Он дает тебе силу. Также у человека, который привык побеждать судьбу, у него появляется правило внутреннего чувства. Вот, допустим, взять, допустим, людей, которые привыкли воевать. Но война вообще, это что такое? Это как раз и есть непреодолимая судьба, это жестокость вокруг. И вот как выглядят люди, которые привыкли воевать? Они выглядят спокойно. То есть у них спокойное состояние. Понимаете? То есть они не суетятся, не паникуют, не злятся. Ну, просто спокойно. Человек спокойно воюет. Понимаете? Это признак того, что у человека все правильно там сложилось в сердце. Вот в этом состоянии, когда человек очень спокоен, это значит, что у него правильная мотивация внутри. Невозможно быть спокойным на фоне жестокости. Это значит, что что-то внутри есть у человека, то, что мешает жестокости завладеть им. Какая-то у него есть сила внутри, которая... Это или молитва, или любовь. А в целом, как бы, это называется доброта. Понимаете? Это доброта называется. Когда человек по-доброму настроен, это значит, что у него есть Бог в сердце, или есть близкий человек, которого он любит. Ну, то есть, в целом, когда человек с добрым сердцем находится на фоне жестокой судьбы, он не ожесточается сердцем, не становится обиженным, отчаянным, жестоким, злым, депрессивным, несчастным, замученным, усталым. А у него в сердце спокойствие и по отношению ко всем доброта, но при этом твердость духа. Что значит твердость духа? Это значит, что ты не позволяешь своему достоинству быть уничтоженным. Потому что что делает жестокая судьба с человеком? Она прежде всего и сразу рушит его достоинства. Она говорила, что девчонка, замуж никогда не выйдешь, ты хуже других. Жестокая судьба, говорит. Если ты согласилась с этим, то так и будет. А если ты достоинство сохраняешь, и жестокая судьба, что делает, она посылает мужиков, которые ни рыба, ни мясо. И он ходит вокруг тебя и ходит, замуж не предлагает, и песни поет какие-то непонятные. То приехал, то уехал, то он есть, то его нет. Что хочет, непонятно. А мне надо семья, надо дети. Я женщина, родилась для семьи, для детей, для любви. И тут эта вся песня уже три года длится. Когда непонятно, человек что-то думать будет башкой. Это называется жестокая судьба. И здесь самое главное – это достоинство. Вот всегда чувствуй себя достойным в этой ситуации, никогда не позволяя унизиться себе. Ты красивая, правильная, хорошая девушка. Ты божественная. Тебя Бог по своему образу и подобию создал. Для того, чтобы быть счастливой. Тебя Бог создал для этого счастья, ни для чего другого. Но сейчас пока не положено. Вот допустим, я на границе стою, и Бог меня создал для того, чтобы попасть в Киев. Но вот конкретно сейчас прямо не положено. И у меня непонятно, как бы, то ли ехать назад и быстрее ехать, потому что там еще в Турцию как бы я успевал на рейс, то ли ждать опять, дальше сидеть, потому что, может быть, еще кто-то приедет. И я сижу и не знаю, что мне делать. У меня нет решения. И тут как бы летящей походкой, ну то есть подбегают ко мне мои помощники, они бегут такие радостные, я все, я понял. Меня берут и на какой-то трансфер. Ты вышла из рая. Вот, ну как бы, милость существует в этом мире, ее никуда не деть, она есть. Если у тебя мотивы чисты, вот я еще раз повторяю, я что хотел-то в это время? Что я хотел? Чтобы в Киеве прошла лекция. Так? Для нас. Для вас, да. И так как я хотел правильных вещей, Господь всегда помогает. Вот это и произошло. Об этом я и говорю. Очень нужен я там в темноте. Ничего распогодится. Понимаете, если тяжелая судьба, отвлекись от себя. Не можешь отвлечься от себя, значит, будет еще хуже. Думаешь о себе все время, страдаешь, мне плохо, я несчастный, я страдалец, я умираю, помогите. Я, мне, значит, будет еще хуже. Тебя совсем прибьет судьба. Человек, когда жестокая судьба идет, он должен думать о чистоте, о верности, о любви, о каких-то светлых вещах. И тогда вот это только, это называется доброй мыслью. Вот когда у человека доброе состояние, он всегда побеждает непреодолимую, тяжелейшую, смертельно опасную судьбу. Запомните. Настроение. Настроение — это очень важная вещь. Человек должен сильно следить за собой. Потерянное чувство собственного достоинства означает, что ты теряешь все. Нужно сохранить себя. Женщина должна сохранить себя. Она должна оставаться женщиной. Если молодой человек, допустим, начинает, то ли хочет он жениться, то ли не хочет, а ты сильно хочешь замуж, ты уже себя потерял. Женщина кто такая? Она принцесса. Она должна быть самодостаточной. Нет его, ну и пусть гуляет. Надо быть самодостаточной. Надо счастье испытывать внутри себя. Если кто-то появился, еще будь счастливее, еще будь независимее. Не привязывайся к нему, не думай о нем. Желай всем счастья, думай о других людях, обо всех заботься. Если человек пришел к тебе знакомиться, иди вместе с ним, сделай доброе дело. Посмотри на него, как он реагирует на доброе дело. Если он радуется доброму делу, значит хороший человек. Если он только тебя хочет, значит не совсем хороший человек. Посмотри на человека. Делай добрые дела всегда. Будь самодостаточной. Замуж не зовет, вообще не разговаривай с ним. А то замуж не зовет, она вся слабеет, а то ой, еще хуже, еще больше влюбилась. Зачем влюбляться, если замуж не зовет? Ты чего не звонишь? Я не звоню. А что я должен звонить? Я думал, ты должен звонить. Ты же укажешь со мной, а не я за тобой. Но ты же тоже иногда можешь позвонить. Хорошо, я тебе в следующий раз позвоню. Самодостаточная, счастливая, жизнерадостная, смелая. Вот мы с тобой общаемся полгода уже. Ты чего хочешь от меня? Тебе чего надо? Посмотреть на него, что он скажет. Мне надо все понять. Полгода непонятно. Что за полгода не понял? Не понял. Ну тогда, значит, вообще никогда не поймешь. Не бойтесь спросить. Не бойтесь быть смелыми. Не надо никогда бояться. Когда человек боится, чего-то ждет, он ничего не получит. Получают только радостные и сильные люди, которые ничего не боятся и ничего не ждут. Всегда в радости надо жить. Как только Ань на себе задумалась, вот на меня смотрит, меня любит, на себе задумалась, все потеряла. Меня смотрит, любит, больше дари подарков, больше молись, больше ходи в храм, больше всех любви, больше отдавай, больше служи. Чтобы не попасть на эту мысль, что меня ждут, скоро мне предложат. Не надо думать об этом. Будет что-то или не будет, не твое дело. Твое дело служить, заботиться и радоваться жизни в том состоянии, в котором ты находишься. Чем больше будешь радоваться, тем больше притягивается к тебе человек. Тем больше у него ответственности. Чем больше ты радуешься жизни, чем больше ты его ждешь, ты хуже, ты становишься некрасивой. У тебя потеряется чувство собственного достоинства. Ты теряешь себя. Чем больше женщина ждет, тем меньше шансов, что она выйдет замуж. А если сильно ждет, он даже не сможет предложить, потому что она сгорает, то есть сжигает его своим желанием. Поэтому всегда, когда приходит судьба, нужно учиться самодостаточности. Жестокая судьба самодостаточности, хорошая судьба тоже самодостаточности. Иначе все пропало. Ничего хорошего не будет.